Беседа 12, Римлянам 6.19. Говорю по рассуждению человеческому. Ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены вашей врабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены вашей врабы праведности на дела святые, так как апостол потребовал от римлян большой строгости в жизни, повелеваемым им быть мертвыми для мира, умереть пороку и пребывать твердыми в отношении к действию грехов, и так как казалось, что он говорит нечто великое и тяжелое, даже превосходящее человеческую природу, потому желая доказать, что он не требует ничего чрезмерного, и даже не столько, сколько следовало бы от человека, воспользовавшись столь великим даром благодати, но и очень соразмерная с человеческими силами и легкая, он раскрывает это от противного и говорится. Он говорит по-человечески, то есть он как бы говорит по человеческим соображениям, применительно к тому, что обыкновенно бывает, словом человеческим он обозначил соразмерность требования с силами, как и в другом месте он говорит, вас постигло искушение не иное, как человеческое, то есть соразмерное с силами и малое, хотя велико различие между господами, но однако апостол требует равномерного их служения, надлежало бы предложить гораздо больше, и настолько больше, насколько господство правды обширнее и лучше владычества греха. Тем не менее, говорит апостол, ничего больше не требует вследствие вашей немощи, и не сказал по немощи вашей воле и усердии, но по немощи плоти вашей, чтобы сделать речь менее неприятной, но иное нечистота, а другое святыня, иное беззаконие, а другое правда. И кто настолько жалок и беден, чтобы не внести такую же ревность в служение Христу, с какой служил греху и дьяволу? Выслушай, однако, что говорит апостол дальше. Тогда ясно узнаешь, что мы не приносим и этого малого, так как сказанное таким образом касалось просто, казалось невероятным и неправдоподобным, и никто не согласился бы и слышать, что он не служит Христу столько же, сколько служил дьяволу. То апостол следующими словами раскрывает это и доказывает достоверность, выводя на средину самое рабство и говоря, как служили греху. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Это имеет такой смысл. Когда вы жили в пороке, нечестии и ужасном зле, то вы жили с таким повиновением греху, что вовсе не делали ничего доброго. Это и есть свободны были от правды. То есть вы не были подчинены правде, но были совершенно чужды ей. Вы не разделяли дело служения между правдой и грехом, но всецело предали себя пороку. Потому и ныне, так как вы отложились к правде, всецело предайте самих себя добродетели, вовсе не делая ничего худого, чтобы выполнить хотя бы равную меру. Но не только нет сходства во владычестве, но и в самом рабстве существует большое различие. Это самый апостол и раскрывает с большой ясностью и показывает, в чем состояла рабство прежде и в чем состоит теперь. Еще не говорит о вреде, происходившем от этого дела, а пока об одном позоре. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, о каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Рабство было таково, что и одно воспоминание о нем приносит теперь стыд. А если вспоминание заставляет стыдиться, то тем более самое дело. Таким образом, вы теперь получили двоякую пользу, освободились от стыда и узнали, в каком состоянии вы были, равно как тогда терпели двоякий вред, делали достойное стыда и не сознавали стыда. Но еще хуже первого, и однако вы оставались в рабстве. Достаточно доказав таким образом вред прежних деяний на основании стыда, апостол переходит к самому последствию. Какое же это последствие? Консеконец их, этих дел, смерть. Так как стыд кажется еще не слишком тягостным бременем, апостол переходит к наиболее ужасному, то есть смерти, хотя достаточно было и сказанного выше. Размыслишь же, какова чрезмерность зла, когда, освободившись от наказания, не могли избавиться от стыда. Какой награды тебе ожидать за такое дело, от которого покрываешься стыдом и краснеешь при одном воспоминании? Хотя ты уже избавился от наказания и пользуешься обилием благодати, но не таково рабство Богу. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Плодом прежних дел даже по освобождении был стыд, а плодом нынешних – освящение. А где освящение, там много и упование. Концом тех дел была смерть, а концом нынешних – жизнь вечная. 620. Заметил ли ты, что апостол на одно указывает как на данное, а на другое – как на ожидаемое? Но по данному бывает уверенность в ожидаемом, по освящению в жизни. И чтобы не мог ты сказать, что все есть только ожидаемое, апостол доказывает, что ты и здесь уже получил плод. Во-первых, освободился от порока и от тех худых дел, о которых одно воспоминание приводит в стыд. Во-вторых, поработился правде. В-третьих, получил освящение. В-четвертых, достиг жизни и жизни не временной, но вечной. Но при всем том, говорит апостол, послужите Богу хотя бы в той же мере, в какой служили, греху. Несмотря на то, что владыка имеет несравненное превосходство и разность, как в самом служении, так и в наградах, за которые вы служите, велика, я пока ничего больше не требую. Потом, так как они, он упомянул об оружии и о царе, то продолжает иносказание и говорит, «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Сказав, что смерть есть возмездие за грех, апостол не сохранил подобного порядка и в отношении к делам добрым, и не сказал награда за ваши заслуги. Но дар Божий показывает, что мы освободились не сами собою и получили ни долг, ни награду, ни воздаяние за труды. Но все это произошло по благодати. И отсюда видно преимущество благодати. Потому что она не только освободила нас и не только привела к лучшему, но и совершила все это без наших усилий и трудов. Она не только освободила, но даровала гораздо больше. Даровала через Сына. Все это указал апостол, так как и о благодати беседовал и должен был отвергнуть закон. А чтобы то и другое не расположило к большей беспечности, он ставил учение о строгости жизни, постоянно побуждая слушателя к заботе о добродетели. Так же и тем, что смерть назвал оброком греха. Он опять хочет устрашить и утвердить относительно будущего. Чем приводят слушатели на память прежняя, тем же побуждает их к благодарности и укрепляет против всего, от что бы не встретилось. Итак, окончив здесь нравоучение, апостол возвращается к догматам и говорит, разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Так как он сказал, что мы умерли для греха, то доказывает здесь, что не только грех, но и закон не имеет уже над нами власти. А если закон не имеет власти, тем более грех. И желая сделать речь приятную, объясняет это примером, взятым из человеческой жизни. И кажется, что он говорит об одном, а предлагает два доказательства предмета. Первое, то, что жена по смерти мужа не подлежит закону, касающемуся этого мужа, и ей невозбранено стать женой другого. А второе, то, что в настоящем случае не только муж умер, но и жена, так что можно пользоваться двойной свободою. Если по смерти мужа она освободилась от власти, то тем более она стала свободной, когда и сама оказалась умершую. Если одно обстоятельство освобождает ее от власти, тем более оба обстоятельства вместе. Итак, приступая к изложению доказательства относительно этого, апостол начинает речь с похвалы слушателям и говорит, или вы не знаете, братья, то есть говорю о деле весьма известном и ясном, говорю людям, знающим все это в точности, что закон имеет власть над человеком, пока он жив. Не сказал над мужем или женой, но над человеком, так как это имя принадлежит обоим. Ибо умерший, говорит, освободился от греха. Следовательно, закон положен для живых, а ни на мертвых не простирается. Замечаешь ли, как он изобразил двоякую свободу? Потом, сделав на это намек, вначале он в доказательстве ведет речь о жене. Говоря, замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, вышедшей за другого мужа. Апостол раскрывает это часто и с большой точностью, потому что твердо уверен в доказываемой им истине. И под именем мужа он разумеет закон, а под именем жены всех верующих. А потом, заключение, он выводит несогласность с предыдущим. Следовало бы сказать, таким образом, братья мои, закон не будет иметь над вами власти, так как он умер. Но он не сказал так, но в предыдущем намекнул на это. А в заключении, чтобы сделать свою речь неоскорбительной для иудеев, представляет жену уже умершей и говорит, так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых. Да приносим плод Богу. Если как то, так и другое обстоятельство дает одинаковую свободу, то что препятствует угождать закону, коль скоро это дело не приносит никакого вреда? Ибо жена привязана к живому мужу. Где теперь находятся клеветники закона? Пусть они услышат, как апостол, находясь и в необходимости, не лишают его достоинства, но с уважением отзываются о его власти, говоря, что если закон жив, то иудей привязан к нему, и что являются прелюбодеями те, которые приступают и оставляют закон при жизни его. А если кто оставит его после смерти, то это нисколько не странно, потому что и у людей, поступающих так, не подлежит осуждению. Если же муж умрет, то жена свободна от закона за мужество. 622. Замечаешь ли, как этим примером он показывает, что закон умер? Но не в заключении он это высказывает. Поэтому если при живом муже выйдет, называется прелюбодейцей. Смотри, как он настойчив в обвинениях нарушителей живого закона. Так как закон перестал существовать, то без всякого опасения можно заменить его верою, немало этим не оскорбляя. Ибо закон говорит, говорит, что если при живом муже выйдет, то она называется прелюбодейцем. Если же муж умрет, то она свободна от закона за мужество. Следовало бы сказать, так как закон умер, вы не виновны в прелюбодеянии, вышедшие за другого мужа. Но апостол не сказал так, но как? Умерли закону. Если вы сделали с мертвыми, то не находитесь под законом. Если жена по смерти мужа не подлежит ответственности, тем более она свободна от этого, когда умрет сама. Заметил ли ты мудрость Павла? Как он доказал, что по воле закона можно разлучиться с законом и стать женой другого мужа. Закон не запрещает, говорит он, по смерти первого мужа выходить за другого. Да и как запретит, когда и при жизни мужа позволяет жене выходить за другого, если она получила разводную. Впрочем, апостол не упоминает о том, что служило преимущественно виной женщин, потому что хотя это и было позволено, но однако не было совершенно свободно от обвинения. А когда апостол имеет возможность одержать победу с помощью необходимого и всеми признанного, тогда он не ищет излишних доказательств, потому что и не имеет в них нужды. И так удивительно то, что сам закон освобождает нас от вины в случае отступления от него. Так что и его есть воля, чтобы мы принадлежали Христу. И сам закон умер, и мы умерли, и права власти вдвойне уничтожены. Но апостол недовольствуется одним только этим, но прибавляет и причину. Он не просто упомянул о смерти, но опять прибавил, что это совершил крест и таким образом сделал нас повинными. Он не просто говорит, вы освободились, но смертью владыки, именно сказано, умерли законом, к закону телом Христовым. И убеждает не отсюда только, но такое превосходство второго мужа, прибавив, чтобы нам служить иному восставшему из мертвых. О том, чтобы не возражались, что же? А если мы не желаем выйти за другого мужа? Ведь закон не признает прелюбодейцев вдову, вступающую во второй брак, однако же и не принуждает к новому союзу. Чтобы этого не говорили, апостолы доказывают, что мы должны желать нового союза вследствие того, что уже сделал для нас Христос. Это самое он яснее выразил в другом месте, когда говорит, и вы не свои, вы куплены дорогое ценое. Не делайтесь рабами человеков. Еще, если один умер за всех, и живет уже не для себя, но для умершего за них. То же самое он разумел и здесь, сказав телом. Потом апостол убеждает высокими надеждами, говоря, что вы приносили плод Богу. Тогда вы приносили плод смерти, а теперь Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Видишь ли ты, какой плод от первого мужа? И апостол не сказал, когда были мы под законом, всячески избегая дать какой-нибудь повод еретикам, но говорит, когда жили по плоти, то есть в худых делах, плотской жизни. Не то он разумеет, что доселе они были во плоти, а теперь ходят, сделавшись бесплодными. Сказавший это, он и не говорит, что закон был причиной грехов, и не избавляет его от ненависти, так как закон занимал положение строгого обличителя, обнаруживая грехи. А кто человеку, нерасположенному повиноваться, дает большие повеления, тот увеличивает и преступления. Поэтому апостол не сказал страсти греховные, бывающие под законом, но говорит, законом, даже не предсовокупил, бывающие, но просто законом, то есть законом обнаруживаемые или познаваемые. Потом, чтобы не обвинить и плоти, не сказал страсти, которые производимы были членами, но которые действовали в членах наших, показывая, что в человеке есть иное начало порочности, зависящее нет управляемых членов, а действующих помыслов. Душа занимала положение художника, а природа плоти была как бы гуслями и звучала так, как заставлял художник. Потому нестройную игру нужно вменять не гуслям, а художнику. Но ныне умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Видишь ли, как он опять щадит здесь и плоть, и закон. Не сказал упразднился закон или упразднилась плоть, но мы упразднились. Но когда же упразднились? Когда ветхий человек, одержимый грехом, умер и погребен. Это и выразил апостол, сказав, умерли. Этим он как бы сказал, у, задержавшие нас, истлели, и порвались. Так что держащему, то есть греху, нечему стало держать. Но ты не падай, не предавайся большей беспечности. Ты для того освободился, чтобы снова служить по-прежнему, но служить уже нам в обновлении духа, а не по ветхой букве. О чем же говорит здесь Павел? Необходимо раскрыть это, чтобы не приходить уже в смущение всякий раз, как встретимся с подобным выражением. Когда Адам согрешил, говорит апостол, тело его сделалось смертным и страстным. В нем обнаружилось множество природных недостатков. Оно стало упрямым и необузданным конем. Но Христос, пришедший посредством крещения, сделал тело для нас более легким, подняв его крылом духа. Потому нам и предстоят подвиги не одинаковые с подвигами древних, так как тогда был не так удобен путь. Потому Христос и требует от нас не только быть чистыми от убийства, как требовалось от древних, но даже быть чистыми от гнева. Предписывает нам воздерживаться не только от прелюбодеяния, но и от походливого взгляда. Не только не нарушать клятву, но и не клясться. И повелевает нам любить вместе с друзьями и врагов. И во всем прочем он назначил для нас более длинные пути для упражнения. Случай же неповиновения угрожает гиенную, показывая, что требуемое им не предоставляется ревности подвязающихся, как девство и нестяжательность, но непременно должно быть исполнено. Заповеданное Христом необходимо и обязательно, и не исполнивши этого, подвергается крайнему наказанию. Потому и сказал он, «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, не войдете в Царствие Небесное. А кто не увидит Царство, тот неминуемо впадет в гиенну». Потому и Павел, как выше, говорит, чтобы грех не властвовал над нами. Ибо мы не под законом, но под благодатью. Так и теперь, говорит, чтобы нам служить в обновлении духа, а не по ветхой букве. Теперь не буква осуждающая, то есть ветхий закон, но дух вспомоществующий. Потому для древних казалось весьма удивительным, если кто-нибудь соблюдал девство. А теперь это явление распространилось повсюду во Вселенной. И смерть тогда лишь немногие мужчины презирали. А теперь и в селах, и в городах бесчисленные сонны мучеников, состоящие не только из мужчин, но и из женщин. Потом сказавший это, апостол опять разрешает возникающее возражение. И в этом разрешении доказывает то, что желает. При этом он представляет решение не прямо, а через противоположение, чтобы при помощи необходимости решения получить повод сказать то, что хотел. И чтобы сделать свое обвинение менее резким. Так сказав, что же скажем, неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил. Не пожелай. Так как все это, по-видимому, служило обвинением закона, ибо через закон происходит гнев, то апостол, чтобы устранить такое подозрение, представляет и возражение, и говорит, что же, от закона грех? Никак. Он ответил отрицательно, прежде доказательства, чтобы расположить к себе слушателя и уврачевать соблазняющегося, так как услышав и удостоверившись в направлении мыслей апостола, он вместе с ним будет исследовать то, что представляется недоуменным, и не будет подозревать говорящего. Потому-то апостол заранее и предложил возражение. При этом он не выразился, что мне сказать, но что скажем, как бы подавались советы, мнения, и как бы собралась вся церковь, а возражение исходило не от апостола, а явилось в силу последовательности сказанного и из сущности дела, что буква убивает, никто не станет отрицать, говорит апостол, что дух живого творит, и это ясно, и никто не может это оспаривать. Итак, если в этом нет сомнения, что мы можем сказать о законе? Что он есть грех? Никак. Да не будет. Итак, разреши недоумение. Ты заметил, как апостол рядом с собой ставит противника и, приняв тон учителя, приступает к решению. В чем же состоит решение? Закон не есть грех, говорит апостол. Но я не иначе узнал грех, как только через закон. Обрати внимание на высоту мудрости, что закон не есть грех, апостол возложил при помощи возражения, чтобы отвергнул это, и тем угодить иудею, убедив его принять мнение важное. Что же это такое? Менее важное. Ибо я не понимал бы пожелания, если бы закон не говорил, не пожелай. Ты видишь, как мало по-малому показывает, что закон не только есть обвинитель греха, но и некоторым образом подает повод к нему. Впрочем, апостол раскрывает, что это случается не по вине закона, но от неразумных иудеев. Он постарался заградить уста и манихеев, которые обвиняли закон, именно сказав, я бы не иначе узнал грех, как только через закон. Но грех взял повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. 626. Замечаешь ли, как апостол освободил закон от обвинения? Вину принял грех, говорит апостол, а не закон. Увеличил похоть, и произошло противоположное тому, чего желал закон. А это зависело от слабости, а не от дурного его характера. Всякий раз, как мы питаем к чему-нибудь возделение, а потом встречаем препятствия, то пламя страсти разгорается сильнее. Но это происходит не от закона, который на лагере положил запрещение с тем, чтобы совсем отклонить от страсти. А грех, то есть твоя беспечность и твоя злая воля употребили добро во зло. Но в худом употреблении лекарства виной не врач, а больной. Бог не дал того, для того закон, чтобы им воспламенять похоть, но для того, чтобы угошать ее. Случилось же обратное. Но вина в этом не его, а наша. несправедливо было бы обвинять того, что больному горячкой, не во время, желающему холодного питья, не дает насытиться, и тем усиливает в нем страсть, этого гибельного для него удовольствия. Дело врача только запретить, а воздерживаться должен сам больной. Что из того, если грех получил повод от закона? Многие дурные люди и припосредствии добрых приказаний увеличивают собственную порочность. Так дьявол погубил Иуду, ввергнув в сребролюбие и побудив воровать принадлежащее нищим. Но не то обстоятельство, что ему был верен денежный ящик, сделало его таковым, а лукавство воли. Оно же изгнало из рая Адама и Еву, побудив их вкусить от древа и не древо в том было виною, хотя им и был подан повод. Не удивляйся, что Павел, говоря о законе, употребил весьма сильные выражения. Он ограничивается необходимым, лишая возможности думающих иначе найти в его словах повод к возражению и обнаруживая большое старание правильно изобразить настоящее. Потому не просто оценивай настоящую речь, но вникни в причину, которая заставила апостола так говорить. Представь себе нищство иудеев и непреодолимое их упорство, которое он старался преодолеть. По-видимому, он много говорит против закона, но не с тем, чтобы обвинить закон, а с тем, чтобы уничтожить упорство иудеев. Если же вину закону поставить то, что грех посредством него получил повод, то окажется, что это случилось и в Новом Завете. И в Новом Завете имеются бесчисленные законы и при том относительно многих очень важных предметов. И всякий может видеть, что то же самое бывает здесь не только относительно похоти, но и вообще относительно всякого порока. Если бы я не пришел и не говорил, говорит Христос, то не имели бы греха, значит, грех и здесь нашел для себя содержание. А наказание сделалось больше. Так же и Павел, рассуждая о благодати, говорит, что скольки к чайшему повинен будет тот, кто попирает Сына Божия. Следовательно, и худшее наказание получило повод отсюда, от большего благодеяния. Подобно и об язычниках, апостол говорит, что они сделались безответными, потому что, будучи одарены разумом, созерцая красоту природы и имея возможность этим путем руководствоваться к Творцу, не воспользовались, как должно, Божьей премудростью. Замечая, что добрые действия во многих случаях для порочных служили поводом к большему наказанию. Но, конечно, не будем за это винить Божьих благодеяний. Напротив, после этого еще более станем им удивляться и осудим настроение тех, которые воспользовались добром для противоположных целей. Это же сделаем и в отношении закона. Но все это легко и удобно понятно. Называется же только следующее, затруднение вызывается. Почему апостол говорит? Я бы не знал и пожелания, если бы закон не говорил, не пожелай. Ведь если человек не знал похоти, пока не получил закона, то почему произошел потоп, за что был попален садом? Итак, о чем же говорит апостол? О похоти напряженной. Потому и не сказал, произвел во мне похоть, но всякую похоть, пожелание, намекая здесь на сильное ее развитие. Какая же, спросишь, польза от закона, если он усилил страсть? Никакой, но даже большой вред. Впрочем, не закон виновен, а виновна беспечность принявших закон. Похоть произведена грехом, при том посредством закона, но тогда, когда закон заботился не об этом, а противоположном, значит, грех сделался гораздо сильнее закона. Но и опять, вина в этом не закона, людей, людской неблагодарности. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. То есть не так известен. Хотя жившие и до закона знали, что грешат, но вполне узнали после дарования закона. Вследствие того, с этого времени стали подлежать и большему осуждению. Не одно ведь и то же иметь обвинителем природу или вместе с природой и закон, который дает на все ясное предписание. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил. Когда же, скажи мне, до Моисея, смотри, как апостол старается доказать, что закон и тем, что сделал, и тем, чего не сделал, обременил человеческую природу. Когда я жил без закона, говорит апостол, не подвергался такому осуждению. Когда же пришла заповедь, то грех ожил. А я умер, говорит он. И таким образом, заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. По-видимому, в этом заключается обвинение закона. Но если кто тщательно исследует, то здесь обнаружится похвала закону. Ведь закон не произвел греха, да то ли не существовавшего, только обнаружил грех скрытый. В этом и заключается похвала закону. Если до закона грешили незаметно для себя, то после пришествия закона, хотя и не получили никакой другой пользы, по крайней мере, в точности узнали, что грешили. А это уже немало значило в деле освобождения от порока. Если же люди не освободились от порока, то это нисколько не говорит против закона. Все для того сделавшего, но вся вина падает на собственную волю людей, повредившуюся сверх всякого ожидания. 628. Ведь совсем не сообразно с разумом получать вред от того, что приносит пользу. Почему? Апостол и сказал. И таким образом, заповедь данная для жизни послужила мне к смерти. Он не сказал, сделалась смертью, или породила смерть, но послужила к смерти. Изъясняя этим необычность и странность такой несообразности, и все обращая на голову людей. Если ты хочешь узнать цель закона, говорит апостол, то он вел к жизни, и для этого дан. Если же отсюда произошла смерть, то вина в этом принявшись заповедь. А не самой заповеди, которая ведет к жизни. Еще яснее высказал это апостол в следующих словах. «Потому что грех, взяв полон от заповеди, обольстил меня и умертвил ею». Ты заметил, как он везде касается греха, освобождая закон от всякого обвинения. Почему и добавляет. «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Если вы желаете, то мы введем в нашу речь толкование и извращающих эти слова апостолов, так как от этого собственная наша мысль будет яснее. Некоторые утверждают, что апостол в этих словах говорит не о законе Моисея, но по одним о законе естественном, а по другим о заповеди, данной в раю. Значит, вся цель Павла состояла в том, чтобы отменить закон Моисея, о тех же законах не ведет никакой речи, и вполне естественно, потому что иудеи боялись и трепетали именно закона Моисеева, и вследствие этого противились благодати. При том же заповедь, данная в раю, как Павла, так и никто никогда, кажется, не называл законом. Чтобы это сделалось более явным из собственных слов апостола, обратимся к его изречениям, высказанным немного выше. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет твать на человеком, пока он жив?» Итак, если это сказано о естественном законе, то оказывается, что мы не имеем его, а если это верно, то мы ни разу, ни бессловесных. Но не так это. Нет. Относительно заповедь, данной в раю, нет необходимости спорить, чтобы не предпринимать нам напрасного прения о том, что признано всеми. В каком же смысле апостол говорит, «Я бы не знал греха, как только законом». Он разумеет не совершенное, не ведение, а самое точное знание. Если это сказано о законе естественном, то какой смысл имеет следующие слова? «Я же жил некогда без закона. Ведь ни Адам, ни другой, какой человек никогда, кажется, не жил без закона естественного. Вместе с тем, как Бог сотворил Адама, Он вложил в него и этот закон, сделав его надежным сожителем для всего человеческого рода. Кроме того, апостол нигде, кажется, не называет естественный закон заповедью, а этот закон называет заповедью праведную и святою, законом духовным. Закон же естественный дан был нам не от духа, потому что и варвары, и язычники, и все люди имели этот закон. Отсюда ясно, что Павел и выше, и ниже, везде рассуждает о законе Моисеевом, потому и называет его святым, говоря, закон свят и заповедь свята праведна и добра. Хотя иудеи и после закона были нечистыми, неправедными и корыстолюбивыми, но это не упраздняет достоинства закона, равно как их неверие не уничтожает веру в Бога. Таким образом, из всего этого видно, что апостол говорит это о законе Моисеевом. «Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак, но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. То есть, да будет доказано, насколько велико зло грех, а также беспечная воля, стремление к худшему, самое дело худой и развращенный ум, потому что в этом заключается причина всех зол. Апостол увеличивает грех, показывая преизбыток Христовой благодати и получая, от какого великого зла она избавила человеческий род, так как это зло от всех врачебных средств становилось хуже, а от средств задерживавших его развитие разрасталось еще больше, поэтому он и добавляет. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть. Ты заметил, как повсюду закон сплетается с грехом. Чем апостол обвиняет грех? Тем самым в большей еще степени он доказывает и достоинство закона. И он немалого достиг, показав, какое зло грех, обнаружив и изобразив всю его ядовитость. Он выразил это словами. И посему грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. То есть, чтобы открылось, какое зло, какая погибель, грех, а открылось все это через заповедь. этим апостол показывает и превосходство благодати перед законом, превосходство, а не противоположность. Несмотря на то, что принявшие закон сделались хуже, но примило внимание, что закон не только не хотел усилить зло, а даже старался пресечь и зло прежде существовавшее. Если же он оказался бессилен, то увенчай его за назначение, а еще больше повернись перед могуществом Христа, потому что он стал разнообразным и непреоборимым зло уничтожил, столь великое, и вырвав с корнем истребил. А всякий раз, как услышишь о грехе, не подумай, что это какая-то самостоятельная сила, но порочное действие, постоянно начинающееся и прекращающееся, не существующее прежде совершения, а после совершения опять исчезающее. По причине греха и дан был закон, а закон никогда не дается для истребления чего-либо естественного, но для исправления произвольного худого действия. 630. Об этом знают и внешние языческие законодатели и весь человеческий род. Они, законодатели, противодействуют только тем порокам, которые происходят от неродения, но не обещаются пресечь тех, которые получены в наследство от природы, потому что это невозможно. Все природное остается непоколебимым, о чем неоднократно я вам и говорил в других беседах. Потому, оставив такие труды, опять займемся нравоучительной речью, а лучше сказать, это и составляет часть тех трудов. Если мы изгоним из себя порок и поселим в себе добродетель, этим ясно научим, что порок не есть природное зло, а спрашивающим откуда зло, мы легко сможем загородить уста. Не словами только, но и делами, когда явимся перед ними свободными от их пороков, хотя имеем одинаковую с ними природу. Не на то станем смотреть, что добродетель трудна, а на в ней усовершенствоваться. А если постараемся, то это будет и легко нам и удобно. Если ты говоришь мне о приятности порока, то скажи я о конце его. Ведь он ведет к смерти, как добродетель руководить нас к жизни. Но лучше, если угодно, рассмотрим порок и добродетель без отношения к их концу. Мы увидим, что порок сам в себе заключает большую удовольствие. Скажи мне, в самом деле, что тяжелее худой совести, что прекраснее доброй надежды? Ведь ничто, ничто обыкновенно так не мучит и не угнетает нас, как ожидание худого. Ничто столько не поддерживает и едва не окрыляет, как добрая совесть. Это можно узнать и на основании событий, происходящих перед нами. Так обитающие в заключении ожидающие осуждения хотя бы наслаждались бесчисленными удовольствиями. Живут беспокойнее тех нищих, которые ходят по улице, но не сознают за собой ничего худого, потому что ожидание бедствий не позволяет испытывать настоящих удовольствий. И что говорить о заключенных? Трудолюбивые ремесленники, занимающиеся работами в течение целого дня, находятся в гораздо лучшем настроении, чем люди свободные и богатые, но сознающие за собой что-либо худое, гладиаторов, хотя мы и видим, что они упиваются, веселятся, едят в корчевницах, однако называемых несчастней всех, потому что горечь ожидаемой смерти несравненно превосходит эти удовольствия. Если же такая жизнь им и кажется приятной, то припомните то, о чем я неоднократно говорил вам, что нет ничего удивительного, когда живущий в пороке не избегает неприятностей и муки порока. И вот дело достойное только проклятие предоставляется любезным для тех, кто участвует в нем. Но мы не ублажаем их за это, а напротив вследствие именно этого считаем несчастными, потому что они сами не сознают в каких бедствиях находятся. Что например сказать о прелюбодеях, которые для ничтожного удовольствия подвергаются позорному рабству, трате имущества и непрерывному страху. Коротко сказать, ведут жизнь каина и даже еще более тяжелую, потому что боятся настоящего, трепещут будущего, подозревают друзей и врагов, знающих и ничего не знающих. Даже во время сна они не освобождаются от этого мучения, так как нечистая совесть создает у них страшные сновидения и этим пугает их. Но не таков человек целомудренный. Он проводит настоящую жизнь в радости и совершенной свободе. Итак, сравни ничтожное удовольствие с бесчистными волнениями этих ужасов, а кратковременный труд воздержания с покойством целой жизни, и ты увидишь, что последний приятнее первого. А желающий похитить и присвоить себе чужое имение, тот скажи, мне разве не переносит бесчисленные труды, непрестанно бегая, обманывая лестью рабов свободных, преддверников, устрашая, грозя, поступая бесстыдно, проводя бесна ночи, дрожа, мучаясь и всех подозревая. Но не таков тот, кто пренебрегает деньгами. Он опять наслаждается полным удовольствием, живя без страха и в совершенной безопасности. А если кому угодно рассмотреть и прочие виды порока, то везде увидят большое смятение, множество подводных камней, всего же важнее то, что в добродетели начало исполнено трудов, а продолжение приятно. Так что этим и самый труд облегчается. В пороке же все бывает наоборот. За удовольствием следуют болезни и мучения, так что от этого и самое удовольствие пропадает. Как ожидающий венцов нисколько не чувствует настоящей тяжести, так ожидающий наказание после удовольствия не может пользоваться чистой радостью, потому что страх все приводит в смятение. А вернее, если внимательно исследовать, то можно найти, что у порочных еще прежде наказания определенного за худые дела возникает большое мучение в тот момент, когда они отваживаются на худое. 632. Если угодно, то посмотрим на людей, которые захватывают себе чужое и всякими средствами наживают деньги. Не станем говорить о страхах, опасностях, трепете, мучении, заботе и о всем подобном, а предположим, что этот человек обогащается беспечально и совершенно уверен в сбережении того, что у него есть. Допустим, все это, хотя оно и невозможно, на какое удовольствие приобретет себе этот человек? То, что он много собрал, но это именно не позволяет ему радоваться, пока человек желает другого и большего, до тех пор продолжается его мучение. Всякая страсть тогда доставляет удовольствие, когда останавливается. Испытывая жажду, мы тогда приходим в себя, когда выпиваем столько, сколько желаем, а пока чувствуем жажду, то хотя бы исчерпали все источники, мучений наше бывает больше, и хотя бы выпили тысячи рек, наше наказание бывает тяжелее. Так и ты хотя бы и приобрел все в мире, но если еще ощущаешь в себе страсть, то тем больше будешь мучиться, тем больше станешь исполнять свое желание. Итак, пойми, что некоторое для тебя удовольствие заключается не в том, чтобы собирать много, но в том, чтобы не желать обогащения. А если станешь желать обогащения, то никогда не перестанешь мучиться. Ведь желание это бесконечно, и насколько больше путь ты прошел, настолько больше ты удаляешься от конца. Неужели это не странность, не помешательство, не крайнее безумие? Итак, удержимся от первого шага к пороку, или лучше сказать, и совсем не будем касаться порочного вожделения. А если прикоснемся, то убежим в самом же начале, как увещевает нас приточник, говоря о жене-блуднице. Отскочи, неумедли, не приближайся к дверям дома ее, притя 5-8. То же самое я говорю тебе относительно любостяжания. Если бы ты и мало погряз в море этого безумия, трудом можешь выйти из него. И как в водовороте, сколько бы ты ни старался, не преодолеешь легко стремление воды, так еще гораздо хуже впавших бездну этой страсти. Погубишь себя со всем своим имуществом. Потому умоляю, встань мастерегаться вначале и избегать зла малого, потому что из малого рождается большая. Кто во всяком грехе привык говорить это еще ничего, тут мало по малу все погубит. Такая именно привычка говорит это еще не беда. Вела зло, открыла двери разбойнику и не спровергла стены городов. Так и в теле усиливаются самые опасные болезни, когда не обращено бывает внимание на незначительное. Если бы Исаф не продал первородство, то не сделался бы недостойным благословения, а если бы не сделал себя недостойным благословения, то не дошел бы до того, чтобы желать братоубийства. И Каин, если бы не возлюбил первенство, а уступил его Богу, то не занял бы второго места. Потом, занимая второе место, он если бы послушался увещания, то не совершил бы и убийства. и опять совершив убийство, если бы он обратился к покаянию, а когда призывал его Бог, если бы не дал столь бесстыдного ответа, то не потерпел бы и последующих несчастья. Если же жившие до закона от такого нерадения мало-помалу погрязли в самой глубине зла, то по мысли, что потерпим мы, призванные к большим подвигам, если со всей тщательностью не будем обращать на себя внимания и не угасим искры зла, прежде, нежели воспламениться целый костер. Например, ты часто нарушаешь клятву. Не только удерживайся от этого, но перестань и клясться. Тогда первое сделается уже нетрудным, потому что гораздо труднее клянущемуся не нарушать клятвы, чем вовсе не клясться. Ты привык делать обиды, порицать и бить. Предпиши себе самому закон, не сердиться и вовсе не кричать. Тогда вместе с корнем исторгнется и плод. Ты походлив и сластолюбив, положи себе за правило не смотреть на женщин, не ходить в театр, не любопытствовать на торжещ относительно чужой красоты. Гораздо легче сначала не смотреть на красивую женщину, чем увидев ее и почувствовав вожделение усмирить вызванную ею бурю. Ведь подвиги вначале более легкие, а лучше сказать, нам и не потребуется бороться, если мы не отворим дверей врагу и не примем семени порока. Потому и Христос определил наказание всякому, кто смотрит на женщину бесстыдно, чтобы избавить нас от большого труда. Повелевает изгонять противника из дома прежде, чем он усилился, тогда, когда легко можно его выгнать. Какая же необходимость принимать на себя лишние труды и бороться с противниками, когда возможно и без боя доставить себе победный трофей и прежде борьбы восхитить себе награду. Не смотреть на красивых женщин не такой большой труд, как смотря на них усмирять себя. Лучше же сказать, первое вовсе и не может быть трудом, но после того, как посмотришь, бывает большая неприятность и беда. И так, когда труд бывает меньше или даже вовсе не нужен, бывает не труд, не усилие, а пользы больше, то зачем мы стараемся вернуть себя в пусину бесчисленных зол? Ведь не смотреть на женщину не только легче, но и дает более чистую победу над возникающей отсюда страстью, тогда как тот, кто смотрит на нее, если иногда и освобождает от вожделения, то с очень большим трудом и с некоторой нечистотой для себя. Тот, кто не увидел красивого лица, бывает чист от возбуждаемого им вожделения, а кто пожелал увидеть, тот извратив помысл и тысячекратно осквернив его, тогда только отвергает скверну похоть и когда захочет отогнать ее. Потому и Христос, чтобы мы не пострадали от этого, запрещает не только убийство, но и гнев, не только прелюбодеяние, но и нечистый взгляд, не только клятва преступления, но и клятву вообще, даже и здесь не устанавливает меру добродетеля, но узаконив таковое простирается и далее. Отклонивши от убийства и повелев быть чистыми от гнева, он повелевает и быть готовыми к перенесению зла и приготовится терпеть его не в той только мере, какой желает злоумышляющий на нас, но и превосходить ее в гораздо большей степени и побеждать чрезмерность ее неистовства избытком нашего любомудрия. Он не сказал, если кто ударит тебя в правую щеку, перенеси равнодушную и успокойся, но присовокупил, что ты должен поставить ему и другую, говорит, обрати к нему и другую. В этом и состоит блестящая победа, чтобы предоставить ему больше того, что он желает, и пределы его злого желания превзойти богатством своего долготерпения. Таким образом, ты укротишь его бешенство и второго поступка получишь награду за первый и укротишь гнев его. Видишь ли, что от нас всегда зависит, чтобы не терпеть зла, а не от делающих нам зло. Или правильно сказать, мы сами имеем власть не только не терпеть зла, но даже испытывать добро. Особенно удивительно то, что если мы бываем бдительны, то не только не подвергаемся обиде, но даже от тех, которые нас обижают, получаем большее благодеяние, чем от других. Кто-нибудь оскорбил тебя? Ты имеешь власть обиду эту обратить для себя в похвалу. Если ты со своей стороны оскорбишь, то навлечешь на себя стыд, а если будешь благословлять оскорбившего тебя, то увидишь, что все присутствующие восхваляют тебя и прославляют. Понял ли ты? Как мы, если пожелаем, получаем благодеяние от тех, которые нас обижают? Это же можно сказать и относительно денег, ударов и всего остального. Если из-за все это мы станем воздавать противоположным, то как тем, что потерпели зло, так и тем, что сделали добро, сплетем себе сугубый венец. И всякий раз, как кто-нибудь пришедший в себя скажет, такой-то человек оскорбил на тебя и в присутствии всех постоянно худо отзывается о тебе. Ты похвали обидчика в присутствии говорящих. Таким образом, если бы ты и желал отомстить, то можешь получить и удовлетворение. Все услышавшие, хотя бы и были очень неразумны, будут хвалить тебя, а обидчика твоего возненавидят, как человека, который лите всякого зверя, потому что он огорчил тебя, нисколько ему добром. И таким образом ты можешь доказать, что все сказанное тебе несправедливо. Кто выражает досаду, когда говорят о нем худо, тот своей скорбью доказывает, что сознается в справедливости о нем сказанного, а кто смеется, то этим устраняет всякое себе подозрение в присутствующих. 635 том 9. Итак, смотри, сколько от этого ты приобретаешь себе добра? Во-первых, избавляешься от смущения и беспокойства. Во-вторых, или лучше считай это первым, если имеешь грехи, очистишься от них подобно мытарю, который великодушно перенес обвинение фарисея. Сверх того, таким упражнением ты сделаешь свою душу любомудрою, услышишь от всех бесчисленные похвалы и уничтожишь всякое себе подозрение по поводу сказанного. Если же хочешь и отомстить обидчику, то это последует в изобильной мере, потому что Бог накажет его за то, что он сказал. А прежде этого наказания и твое любомудрие будет для него как бы жестоким ударом. Ничто обыкновенно так не уязвляет наших обидчиков, как то, что мы смеемся над обидами нам нанесенными. И как любомудрие самые обиды обращают для нас во благо, так следствием молодуши бывает совершенно противное. И себя мы стыдим, и присутствующим кажемся виновными в том, что говорили о нас, и душу свою наполняем смятением, и врага радуем, и Бога огорчаем, и число грехов своих увеличиваем. Размыслив о всем этом, будем избегать бездны молодушия. Поспешим в пристань долготерпения, чтобы и здесь обрести покой душам своим, как предрек Христос, и достигнуть будущих благ, благодати, человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.